Главра Северской Центральной районной больницы Манолис Ананников посетил Афибский ковидный госпиталь, где пообщался с пациентами и персоналом. Стоит отметить, что терапия в тяжелых случаях заболевания довольно серьезная, ведь в этих ситуациях главное сохранить жизнь пациента. Гормональная терапия очень сильная, антибактериальная терапия, если бактериальная фрола подписывается, плюс там еще кроверожжающая терапия, низкомолекуриальные гепарины, плюс еще таргетная терапия, это артлегия, эльсира, которая тоже влияет очень сильно на здоровье организма, очень тяжело переносится. Люди в депрессивном состоянии, люди не хотят ни родных видеть, не хотят жить. Сейчас госпиталь активно готовят к сезонной вспышке заболевания. Для того, чтобы подготовиться более профессионально, более качественно, мы запросили в Минздрав дополнительно 50 кислородных точек. У нас сейчас кислород уходит, одна тонна в день уходит. Но этого хватает? Да, этого хватает. Но мы понимаем, что если поток пациентов пойдет больше, и они будут все кислородозависимые, будут агрессивные, нам этого будет не хватать. И мы просим еще одну тонну и плюс 50 точек. И я боюсь, что если пойдет вторая, они будут все востребованы. С каждым штаммом вирус становится все агрессивнее. И среди тяжелых пациентов все больше молодежи. Вирус, к сожалению, агрессивный. Этот штамм, дельта-штамм, он поражает не только возрастных людей, но и молодых. Мы видим 30-летних людей, которым тяжело, 33-летним, 37-ми. По словам главврача, единственный способ на сегодня защититься от тяжелого течения болезни – это вакцинация. Когда рассказываю лекцию, да, хожу, что привейтесь, нужна прививка, да, очень браво, очень с вызовом смотрят на меня и говорят, мы не будем прививаться. Такие, знаете, видно в глазах такая, знаете, уверенность. Там я ни одной позиции такого не увидел. Все смотрели, опускав глаза, вот говорят, да все бы отдали бы, чтобы привиться и не оказаться тут, в этой ситуации. Да, заболеть можно. Вакцина, допустим, спутник считается 95% эффективно, SkyVac 85%, да. Могут человек заболеть, но последствия совсем другие. Летальный исход минимален. Манолий Сананников отметил, что персонал больницы готов идти навстречу коллективам предприятий, жителям населенных пунктов и организовывать выездную вакцинацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова